Центробанк смягчил ограничение на переводы средств за рубеж для физических лиц. Гражданин теперь имеет право за один календарный месяц перевести свой счет в Российском банке на свой счет за границей или другому физлицу до 10 тысяч долларов, либо эквивалентную сумму другой валюте. Вообще интересно это. Да, сейчас будут соответствующие номера выкруживать. Ну понятно, что будут сейчас этим путем пытаться там вывести какие-то деньги из России. Я имею ввиду не путинцы, путинцы и так вывезут, а те вот кто поменьше. Потому что, ну, так по 10 тысяч долларов много-то путинцы не увезут, они миллиардами увезут. Реализация громкого проекта строительства детской железной дороги в Саратове откладывается. Представляете, Володя даже детскую железную дорогу не может построить. Представляете, путинщина какая. Не то, что там какую-то скоростную железную дорогу они затевали строить. Они даже детскую железную дорогу не могут построить. Володя, вот я забыл сказать, не только про Нетребка и всех остальных, он там говорил, но еще против уволить руководителей бюджетных учреждений, которые против войны. О как. Глава Росмолодежи считает, что молодые предприниматели смогут занять освободившиеся ниши. Какие молодые предприниматели, какие ниши. Все рушится, все уничтожено. Путин уничтожил страну полностью вообще. Уничтожен экономику. Все, ничего нет. Осталось только государство со своими ОМОНами, бомонами, блять. С плетками, со своим. С Адмаза такой вариант. Ну, это для любителей с Адмаза. Высококвалифицированным иностранцам будут давать бессрочный вид на жительство. А зачем высококвалифицированным ехать, если даже депардия от них свалил? Да уж, депардия-то нормально, они облизывали, а он убежал. А эти-то зачем поедут? Затем, чтобы заработать денег, а потом попасть под санкции, их обнулили, что ли? Песков сделал, что российские призывники никак не привлекаются к спектру с операцией на Украине. Да, мы уж видели, как они не привлекаются. Хоронили в Саратской области кучу призывников, в других областях, в Нижегородской области, ну и так далее. В каждой, наверное, области, в Бурятии вообще, в ТВ, жуткое количество всех этих призывников закопали. В Екатеринбурге, в Свердловской области, где там еще. И вот они говорят, что не, не привлекают. Да, не привлекают, кто тогда вот те военнопленные, которых нам показывают, случайные такие, забрели туда. Бастрыхин поручил оценить действия женщины-наемника из Нидерландов. Не понимаю, зачем оценивать действия женщины-наемника, когда у них своя женщина-наемница, биатлонистка-то эта, погибла. Как ее сейчас я посмотрю, одну секунду. Тут мне ведь присылали. Вот, российская террорист и биатлонистка Татьяна Акимова. Значит, ну, и, в общем, все. Застрелено. Она поехала в качестве снайпера. Я не понимаю, что никто не объяснил, что снайпер. Это еще, это больше, чем стрельба из балкалиберной винтовки по банкам. Как она в своем биатлоне там стреляет по этим, по шарикам. Думаю, что там ни хера не шарики. Поэтому интересно, да, то есть Бастрыкин вот против женщины из Нидерландов, которые участвуют в боевых действиях, он там тело возбуждает, а свои нормальные. Ее завалили, пишут. Ну да. Слава, как это относится к пенсионной реформе? Странный вопрос, как можно относиться к грабежу, к путинскому грабежу. Это вам либералы рассказывают, что, ну, вот, конечно, вот так нельзя, но вот надо вот так. Знаете, почему они так рассказывают? Ну, потому что они хотят прийти после Путина и грабить вас. Так же. С пенсионными реформами, со всеми делами. А мы говорим конкретно. Нет, грабить народ нельзя. Это плохо, грабить народ. И тот, кто грабит народ, должен на колу оказаться. Кем бы он ни был, либералом или Путином. На похер. Вы в недавнем эфире сказали, что Кадырову нашептывают, что говорите. Люди в шапках, почему не уточнили, что это хаббат? Потому что это не хаббат. Какой хаббат Кадырову нашептывают? Вы что? Люди в шапках, это не хаббат. Это его мулы и всякие звездочеты. Да вы что? Вот, блядь. Я удивляюсь. Я говорю, всегда. Мне кто-нибудь на комитет по борьбе с Путиным пишет. А я думаю, кого они слушают-то? А вот теперь я понимаю. Да? Вот как можно такое слышать и услышать что-то свое? Вот свое. Такое свое, что, блядь, вообще, как небо и земля. Какой нахер хаббат? Он мусульманин, у него там, блядь, целая куча этих, блядь, духовных отцов. Эти отцы ему там, блядь, духовно. Так труд уши. Ну, они-то не дураки, понятно. Субтитры сделал DimaTorzok